Здравствуйте! Сегодня мы поговорим об аргументации, умении каждого хорошего продавца доказать пользу своего товара и выгода покупки. Как нужно аргументировать, чтобы быть успешным продавцом? Разумеется, убедительно, но кроме этого стоит соблюдать несколько важных правил. Любого человека в первую очередь интересует собственная выгода. Какой должна быть выгода для вашего клиента? Очевидный. Это должно быть что-то простое, не требующее дополнительных разъяснений. Деньги, репутация, максимум клиентов. Для примера возьмем репутацию. Вы делаете отличный качественный сайт. Ваш клиент начинает вас рекомендовать. Выгода очевидна. И в данном случае это выигрыш для вашей репутации. Актуальный. То, что нужно вашему собеседнику именно сейчас, то и должно быть в вашей аргументации. Если клиент ищет команду, которая сделает ему современный сайт-визитку, не нуждающийся в продвижении, не стоит акцентировать его внимание на ваших возможностях по увеличению посещаемости. Простой. Если для достижения цели, выгоды, нужно сделать слишком много шагов, то, возможно, клиенту не захочется их делать. Выгода должна быть легко достижимой. Только тогда ей удастся заинтересовать клиента. Никто не хочет делать слишком много, но непременно заинтересуется, если поймет, что польза будет уже с первых шагов. С выгодой все должно быть понятно. Однако про свойства товара, то есть про ваши собственные преимущества, забывать тоже нельзя. Собственно, именно из этих характеристик товара и должны плавно следовать все выгоды для клиента. В идеале каждый плюс вашей команды должен плавно переходить в выгоду для вашего собеседника. Характеристики, обыгранные таким образом, выставляют вашу команду в самом выгодном свете. Тем самым вы помогаете собеседнику принять решение в вашу пользу. Однако волшебное превращение характеристик вашей команды в преимущество для вашего клиента – это еще не все, что вам пригодится. Можно использовать следующие техники, прямо предназначенные для убеждения собеседника. Наводящий вопрос, выгода, характеристика. Почти то же самое, что и превращение свойства в выгоду, только наоборот. Здесь на первое место выходит выгода, а уже потом идет свойство, помогающее получить эту выгоду. Характеристика товара должна быть итогом вашего рассказа о пользе для клиента. Приведу пример. В ходе разговора с очередным потенциальным клиентом я выстроила такую цепочку. Возможно, вы хотите повысить привлекательность вашего сайта уже сейчас. Интересный и продуманный сайт позволит увеличить количество ваших клиентов. Кстати, предлагаемые нами изменения в структуре и дизайне вашего сайта способствуют повышению интереса посетителей к вашим товарам. Собеседник был убежден, как он после сказал уже одним этим аргументом. Метафоры. Мой самый любимый метод. Сказать то, что вы хотите, используя емкие образы. Искусство доступное не всем. Но если заранее подготовиться и продумать варианты вставки таких метафор в свою аргументацию, то это непременно впечатлит вашего собеседника. Яркие, запоминающиеся образы, зацепляет. И этим нельзя не пользоваться. Параллели, аналогии и прочие приемы помогут только тогда, когда будут касаться непосредственно вашего собеседника. Если клиент занимается изготовлением и продажей хлеба, он может и не понять ваших примеров, связанных, допустим, с автомобильным бизнесом. Однажды я участвовала в переговорах с важным для компании клиентом, продающим автозавчасти. Мой собеседник задал вопрос, почему сайт для него мы предлагаем сделать за 150 тысяч рублей, а другая компания предложила ему свои услуги по созданию такого же сайта всего за 50 тысяч рублей. Я ответила, что завчасти для какого-нибудь бюджетного Рено стоят в 10 раз дешевле, чем для Лексуса. Но хозяин Лексуса не будет покупать завчасти и Рено только потому, что они дешевле. Потому что он знает, что они не подойдут. Так и в вашем случае. 50 тысяч, несомненно, выйдет дешевле. Но подойдет ли такой сайт вашему бизнесу? Решит ли он основные задачи? Такое сравнение убедило собеседника, что было очевидно по его реакции. Переговоры в итоге закончились вполне успешно. Рисунки на А4. Держите при себе несколько листов бумаги формата А4 и что-нибудь для рисования. В ходе беседы некоторые свои утверждения стоит подкрепить рисунками или схемами, которые вы будете создавать прямо перед собеседником. Это выглядит спонтанным шагом и впечатляет собеседников. На одной из встреч мой коллега рассказывал о преимуществах создаваемого нашей компании сайта. При этом он сделал акцент на высокой конверсии, который мог похвастать один из наших предыдущих проектов. В какой-то момент своей речи коллега достал лист А4 и маркер, с помощью которого изобразил на листе схематично набросанный график, сравнение посещаемости до нашего вмешательства в сайт клиента и после того, как сайт был сдан. Разница оказалась совершенно очевидной. В такой наглядной форме его якобы спонтанные рисунки произвели нужное впечатление. Цифры и факты. Если нужно произвести впечатление, то цифры и факты выглядят гораздо лучше, чем расплывчивые туманные формулировки. Давайте больше конкретики. Так у клиента не возникнет ощущения недопонимания. Как-то нам нужно было убедить одного потенциального клиента выбрать именно нас для переделки нескольких его сайтов. Торговая компания, которую представлял наш собеседник, проводила встречи с несколькими возможными исполнителями. В ходе переговоров мы выложили на стол графики, на которых был отражен рост продаж наших клиентов после того, как мы с ними поработали. Каждый график и каждый клиент сопровождались ссылками на сайты, четкими цифрами, процентным соотношением и прочими очевидными доказательствами наших преимуществ. Четкие цифры и визуальная подача информации очень помогли. В итоге, по результатам всех собеседований, торговый дом выбрал именно нас. Демонстрация. Хотите похвастать быстротой работы? Покажите благодарственные письма от клиентов, где прямо сказано, что вы отличились с скоростным исполнением заданий. Планируйте сделать акцент на том, какая профессиональная у вас команда? Покажите лицензии и прочие подобные документы. Чем нагляднее все, что вы говорите, тем больше вам доверия, а у ваших слов убедительности. На каком-то этапе переговоров мы должны были убедить клиента в том, что управлять таким решением, как битрикс24, он сможет и самостоятельно. Корпоративный портал невозможно продать пустыми рассказами. Нужно показать, как это работает. Вместо того, чтобы рисовать картинки и показывать презентации на тему управления битрикс24, мы поставили перед клиентом ноутбук и предложили самостоятельно попробовать этот продукт в работе. Клиент быстро смог сделать все, что хотел. Это лучше всяких слов убедило его в нашей правоте. Психологические приемы. Приемы такого рода довольно популярны в продажах. Например, часто можно встретить использование такого приема, как маскировка какой-то неприятной или неинтересной информации среди важных и выгодных для слушателя фактов. Суть в том, что лучше всего людьми воспринимается то, что сказано их собеседникам в начале монолога и то, что сказано в конце. Приведу пример. Как-то мой собеседник спросил, сколько ему будет стоить услуги нашей компании по разработке сайта. Вместо того, чтобы сразу сообщить цену, я отметила, что у нас в статье есть специалисты и по дизайну, и по верстке, и по копирайтингу. То есть не нужно искать профи в разных конторах. Затем скользь назвала цену, а потом сообщила, что при оформлении договора сегодня каждый наш клиент получает 5% скидку на одну из перечисленных услуг. Собеседнику предложение понравилось, и он стал нашим клиентом. Конечно, вы вполне можете использовать и какие-то свои наработки в процессе убеждения потенциального клиента. Просто знайте, что чем больше проверенных методов вы примените в разговоре, тем больше шансов, что ваш собеседник примет ваши аргументы и станет вашим клиентом. А теперь давайте поговорим о вашем опыте, а не о моем. Поделитесь, какие из перечисленных приемов аргументации вы применяли на практике, и что из этого получилось. Если ваш любимый и действенный метод убеждения не был озвучен в нашей сегодняшней беседе, расскажите о нем. Это будет полезно всем начинающим менеджерам по продаже. Продолжение следует...